Одесса, 15 июля 2022 года, 19 часов 30 минут. День 15 июля прошел в Одессе относительно спокойно. Сигнал воздушной тревоги звучал несколько раз. Слава Богу, ни ракетных обстрелов, ни канонады работы ПВО в Одессе и области не наблюдалось. Несколько раз в соцсетях появлялась информация, что в области и городе слышны какие-то бахи, но никакого подтверждения эта информация не получила, и это всего лишь были какие-то слухи. Но сегодня в Одессе во время сигнала воздушной тревоги можно было услышать гул самолетов. Своими глазами видел несколько раз, что летали наши истребители достаточно низко. Появилась официальная информация, что наши самолеты были подняты специально для дополнительной защиты Одессы и области. Сегодня появилась интересная информация от Генерального штаба Украины по поводу того, что все украинки определенных профессий должны были становиться обязательно на воинский учет с 1 октября. Разъяснения по этому поводу такие, что это будет носить сугубо добровольный характер и призываться в армию эти украинки будут только на добровольной основе и только по контракту. То есть никакого обязательного призыва всех женщин определенных специальностей в армию не будет. Сегодня утром во время сигнала воздушной тревоги опять досталось Николаеву. Туда прилетело 10 ракет, разрушено полностью 2 университета. Украина будет восстанавливаться при непосредственном участии России. Законопроект, который позволит вернуть российские кровавые деньги Украине на оборону и реконструкцию прошел Палату представителей США. С 24 февраля 2022 года в Украине погибло 352 ребенка. 657 малышей получили ранения различной степени тяжести. Министр обороны Украины Алексей Ресников поделился информацией, что сейчас идут активные переговоры по поводу поставки ракет к ракетным комплексам «Хаймарс». Речь идет о ракетах, у которых дальность поражения – 300 километров. Друзья мои, я выражаю всем огромную благодарность и признательность за ваши добрые, сердечные и дружеские комментарии. Спасибо вам большое. Всем своим землякам и соотечественникам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга. Всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok